Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе. Я Александр Лупиненко, как всегда, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и не только об этом. Это программа «Утренний фреш». Всем доброе утро. Мы начинаем. И для начала о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, прогнозируется дождь. Днем температура воздуха составит всего 11 градусов тепла. Ветер северо-западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Посетители Дворца Румянцевых и Паскевичей могут познакомиться с выставочным проектом «Зона комфорта». Это рассказ о том, какие способы отдыха были у людей в разные периоды истории, а также о том, какие из них актуальны сегодня. Так что на выставке можно увидеть экспонаты, которые поведают об активном отдыхе в прошлом, как далеком, так и не очень. Ощутить все прелести домашнего отдыха и вспомнить, чем можно заняться на своем личном островке. И в продолжение темы. В собрании археологии Музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля есть инвентарь настольных игр и детские игрушки. Они были найдены на территории города Гомеля, а также Лоевского и Добружского районов. Эти артефакты датируются от конца 10-го до начала 20-го столетий. И теперь гомельчанам предлагается поближе познакомиться с тысячелетней историей досуга наших предков на выставке «Древнейшая история Гомельщины». А в Гомельском областном центре народного творчества открыта выставка «Образ победы». На снимках защитники Отечества, все они жители нашего города. Портреты участников войны сделали профессиональные и начинающие гомельские фотографы. Снимки дополняют небольшие интервью, которые отражают эпизоды участия в освобождении Беларуси. Выставка доступна для посетителей на Ирининской, 19. Неизвестный Ван Гог. Познакомиться с этой выставкой можно в картинной галерее Гавриила Ващенко. Мастер написал более двух тысяч произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике, ирисы, подсолнухи, звездная ночь. На выставке как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника и познакомиться с описанием сюжетов и истории создания его произведений. На территории Гомельской области проводится акция под названием «Детский автобус». До конца мая сотрудники госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей. В рамках акции усилен контроль соблюдения водителями автобусов правил дорожного движения. А также организована проверка максимального количества автобусов, которые перевозят группы детей. Закрытие границ отдельными странами в условиях пандемии вызвало трудности в соблюдении законодательства по части вывоза автомобилей с территории ЕАЭС в связи с истекшим сроком их временного ввоза. В связи с этим было принято решение об автоматическом продлении срока временного ввоза транспортных средств до 30 сентября. Решение вступает в силу с 28 мая и распространяется на автомобиле сроки временного ввоза, по которым истекают с 1 марта по 30 сентября. Решение также предусматривает приостановление в этот период 18-месячного срока ввоза товаров и транспортных средств людьми, которые переселяются на постоянное место жительства в страны-члены ЕАЭС. Если 18-месячный срок ввоза товаров в связи с этим истек 10 мая, человек вправе беспошлино ввести товары на территорию ЕАЭС до 30 сентября включительно. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ДОБРЫЙ ВЕЧЕР Сегодня вечером смотрите в нашем эфире фильм «Большая свадьба». Это история о современной семье, пытающейся пережить выходные свадебного торжества, которые могут обернуться для них полным крахом. К удивлению детей, их давно разведенные родители вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына. Это нужно для комфорта его консервативной биологической матери, которая неожиданно решила пролететь через полмира, чтобы принять участие в свадьбе. Включайте Беларусь 4 в 21.30. А завтра вечером наших телезрителей ждет фильм под названием «Посвященный». Юный Джонас живет в идеальном обществе будущего, где больше нет не только боли, страданий, но и радостей и воспоминаний. Для каждого определен идеальный порядок существования, и никому не приходится выбирать шаг, мысль, цвет – все вокруг серое. По решению Совета общества Джонас назначается хранителем памяти, которую он должен перенять у учителя по имени дающий. И юноше открывается правда о мире, но чтобы освободить его, он должен бросить вызов. Смотрите завтра в 20 часов 25 минут. Королевство полной луны. Кинокартину под таким названием можно посмотреть на Беларусь 4 в субботу вечером. За окном 60-е годы 20-го столетия. Пара влюбленных подростков на острове в Новой Англии убегает из-под присмотра взрослых. Он – сирота, бойскаут, ставший изгоем среди других бойскаутов. И она – замкнутая 12-летняя девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов собирает поисковый отряд. Как закончится эта история, узнаем завтра в 22.00. Пять туров, пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям в 12.15. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12 часов 40 минут. Премьера на телеканале «Беларусь-4» Гомель. Принцесса цирка. В провинциальном городке большое событие. Приезжает цирк. Внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. За виртуозной гимнасткой по пятам ходят два близнеца. В первом из них Ася увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но вдруг работа вынуждает его согласиться на долгую командировку в другую страну. И в это время его брат-близнец решает не терять времени зря и выдает себя за брата. Но никто из них не догадывается, что их судьбы были связаны много лет назад. И точкой соприкосновения был один дом. Смотрите в нашем эфире с 25 мая в 16 часов 45 минут. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решать волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19 часов 20 минут. Номер телефона прямого эфира в Гомеле 34 00 43. Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Александр Лупиненко. Сегодня пятница, впереди выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения на весь этот день. Ну а мы увидимся с вами уже на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова